В первую очередь, в рамках фестиваля «Сошкий шлягер» музыканты вышли на сцену в 2008-м. Правда, тогда этот творческий конкурс назывался «Студентский шлягер». Проект поддержался три года. Все лета конкурс вырешили дрожить, но при этом изменили его формат. Теперь он уже не имеет статуса студентского. Это по сутности республиканский фестиваль «Кавер Гуртов». Разом с представителями Гомельской области удел у им приняли коллективы с Минской Могилёвым. Нейкого обмежения по взрослению так само нема. Для того, как выйти на гомельскую сцену, необходимо просто подать отповедную заяву. Плюс быть, как минимум, талиновитыми музыкантами. Подход до отбора удельников у архкомитета вельми строгий. Более 30 заявок было. Естественно, у архкомитета мы заседали, потому что по требованию, по согласному положению, видеоматериал каждая группа предоставляла. И, естественно, согласно нашим требованиям, нашему уровню, который мы предъявляем к фестивалю, не все коллективы дошли даже до отборочного тура. Но 24 команды дошли. Организаторы вельми спадяются, что у этого творчего конкурса будет долгое житё. А назва «Сошки Шлягер» станет еще одним брендом Гомеля. Почему, когда «Сошки Карагод» – фестиваль хореографичного мастерства, то «Шлягер» – вокально-инструментальный гуртов. Для самих ваканавцев эта максимальность не только еще раз выйти на сцену, а и поравнать свои досягнения за мастерством инших. Шмат, кто за денег конкурса, профессионными музыкантами не заявляются, а и музыка для их, скажут, все равно сенс життя. У нас у каждого, если еще параллельно какое-то свое дело, кто-то в бизнесе работает. Ну и это является подспорьем для какого-то развития. Ну и вообще мы музыканты по жизни. Все летние «Сошки Шлягер» – это демонстрация не только вокальных сдольностей, а и техничных макчимостей, тематичные семинары и интерактивная выстава профессийного концертного обсталявания, плюс демонстрация технологий сучасного шоу за выкананием кавер-композиций. Даречи, у тем, что у дзенники группы выконуют уже вядомые песни, а лево-властные процессы, организаторы ничего даринного не бачить. Уречи, концентрация намаганев на каверах творов вядомых артистов, да помогает отримать опыт для дальнейшего выканания уже уласных оригинальных композиций. Пожалуй, это какая-то уже на сегодняшний день сложилась мировая тенденция. Сейчас, как говорят, начался век каверов и именно, ну, скажем так, перепевок. То есть люди, даже известные, абсолютно всемирно известные звезды, они на сегодняшний день поют, и это нормально, именно чужие песни в своих каких-то интерпретациях. Олег Синтеров, Евгений Макенко, телерадокомпания «Гомель».